В ДТП во Владимирской области погиб водитель и пострадали дети. Смертельная авария произошла в субботу, 16 сентября. По данным полицейских, в деревне Новая Быковка Камешковского района в 16.00 совершая разворот, Рено врезался в БМВ. Водитель автомобиля Рено, мужчина 1975 года рождения, при выполнении разворота с правой обочины не убедился в безопасности манёвра, что привело к столкновению с движущимся в попутном направлении автомобилем БМВ. Как сообщают в МВД области, водитель Рено скончался на месте. Ехал, он ещё живой был, а рядом жена сидела. Две реанимации попались на встречу около лесного, третье около поворота на сокол. Видимо, не успели. О состоянии водителя БМВ не сообщается, но, как уточняют в полиции, в его машине находились дети 8 и 12 лет. Они были доставлены в медицинское учреждение. Подбил автомобиль и вылетел на тротуар. Авария с пострадавшим произошла на улице Мирова Владимире в районе полуночи в минувшую пятницу. Как сообщают дорожные полицейские, водитель люксовой иномарки выехал на встречку. Водитель автомобиля Мерседес допустил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота под управлением водителя 2001 года рождения. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, после столкновения Мерседес пролетел по газону больше сотни метров. Мэр слетел снизу шашками, рулём туда-сюда, покасательный задел Тойоту и пролетел по газону метров 150. На фото видно, что у Тойоты сильно помят бок со стороны водительского. Мерседес покорежила ещё сильнее. В дорожной полиции уточняют, его 37-летний водитель получил перелом правого бедра и был госпитализирован. О травмах водителя японской иномарки не сообщается. По факту смерти геодезиста, которого задавило грузовиком во время работ на дороге, завели уголовное дело. Жизнь 22-летнего инженера родом из Лакинска внезапно оборвалась 9 сентября около 14.30 недалеко от поворота на село Черниш. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь задним ходом по участку автомобильной дороги «Золотое кольцо» в Суздальском районе, около поворота на село Черниш, на котором производились строительные работы по расширению дорожного полотна, совершил наезд на мужчину, выполнявшего геодезические работы. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия. Следственным комитетом была проведена проверка по факту причинения смерти инженеру-геодезисту. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ. Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человеком. Максимальное наказание по данной статье – до 5 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.